В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Здравствуйте! Шокирующие новости из Чехии. Около 300 человек были ранены и по меньшей мере трое погибли из-за урагана, уничтожавшего все на своем пути. Смерч двигался со скоростью более 270 км в час, переворачивал автомобили, срывал крыши, разрушил сотни домов и практически уничтожил целую деревню. В четверг вечером разрушительный Смерч обрушился на несколько городов на юге-востоке Чехии, недалеко от границы со Словакией и Австрией. По данным, как минимум 300 человек ранены, несколько погибли. Местные СМИ сообщили, что некоторые небольшие города были разрушены, а одну из деревень стихии практически сравнялась с землей. Ураган срывал крыши домов, переворачивал автомашины и с корнем вырывал деревья. Регион обрушился град размером с теннисный мяч. Люди забаррикадировались в домах. Власти Чехии заявили, что ситуация очень серьезная и многие люди остаются в завалах разрушенных домов. В некоторых населенных пунктах в результате урагана возникли пожары. Солдаты и спасатели из соседних стран пришли на помощь жителям Чехии. Австрия отправила 20 машин скорой помощи и два вертолета, а в Словакии несколько команд службы спасения. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после участия в саммите Евросоюза был вынужден остаться в Брюсселе, поскольку посадка самолета в Праге была слишком рискованной. Министр внутренних дел страны заявил, что направил спасательное подразделение со всей страны в пострадавший район. Напомним, несколько дней назад на Молдову также обрушился смерч. Беспрецедентное для республики явление нанесло серьезный ущерб деревне в Дрокии. Стихия разрушила не менее 10 домовладений. Три зернохранилища остались без крыш. Метеорологи говорят, что такое природное явление может повториться. Около 200 граждан Молдовы эксплуатировались на стройках Франции. Несколько человек из нашей страны, Румынии и Франции подозреваются в создании незаконной схемы торговли людьми, организации нелегальной миграции, подделке официальных документов и отмывании денег. Среди сообщников есть и двое сотрудников главного инспектората полиции и таможенной службы. Расследования начались в январе прошлого года после обращения представителей французских учреждений. Полицейская операция проводилась в трех странах – Молдове, Румынии и Франции. Согласно представленному списку, было около 200 предполагаемых жертв торговли людьми – граждане Республики Молдова, которые подверглись эксплуатации на строительных площадках во Французской Республике. В одном из тайников было обнаружено 183 поддельных печати различных государственных и частных учреждений. Эта сеть сфальсифицировала более 10 тысяч документов. Подделывались молдавские водительские права, паспорта, дипломы и свидетельства. Глава преступной группировки, действовавшей с 2015 года, гражданин Румынии. Те, кто находил жертв, в том числе и в Молдове, были гражданами нашей республики. Правоохранительные органы наложили арест на имущество на сумму 25 миллионов леев, в том числе и на 18 объектов недвижимости и 12 автомобилей, большинство из которых класса люкс. Во Франции задержаны 14 человек, в Молдове около 30. Тем, кого подозревают в подделке документов, грозит до 10 лет тюрьмы. Тем, кто занимался торговлей людьми, до 20 лет лишения свободы. Центральная избирательная комиссия одобрила образец бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля. Всего их будет напечатано около 3,5 миллионов. Для 2000 избирательных участков, расположенных по всей стране, чуть более 2 миллионов 700 тысяч бюллетеней, из которых 2 миллиона 100 тысяч будут на румынском языке и почти 700 тысяч на русском. Для участков, открытых за рубежом, предназначено более 720 тысяч бюллетеней. Они будут отправлены в ДИП-представительство и консульство Республики Молдова за рубежом для последующего распределения по участкам для голосования. На предстоящих выборах зарегистрировано 23 конкурента. Единственный независимый кандидат в депутаты на выборах 11 июля Вячеслав Валько выбрал себе в доверенные лица скандального бизнесмена Вячеслава Платона. Об этом стало известно в пятницу, 25 июня. В пресс-службе Центр избиркома нашему телеканалу сообщили, что Вячеслав Платон утвержден в качестве доверенного лица Валько. Вячеслав Платон широко известен как фигурант громкого дела о банковском мошенничестве и хищении миллиардолеев, по которому был осужден, провел в местах заключения 4 года, а недавно был оправдан судом, снявшим с него все обвинения. В 2018 году в ток-шоу одного из молдавских телеканалов кандидат Вячеслав Валько открыто обвинил свое нынешнее доверенное лицо Вячеслава Платона в том, что тот, цитата, отработал отмывание денег российских, а потом точно так же украл наши деньги. Конец цитаты. В представленной в ЦИК декларации об имуществе Валько поставил прочерки, указав лишь долг в размере 20 тысяч евро. Дело о количестве избирательных участков за пределами страны снова на повестке дня. Альянс за объединение Румын обжаловал в апелляционной палате Кишинева решение Центральной избирательной комиссии об открытии 150 участков за рубежом на выборах 11 июля. Представители политформирования говорят, что решение незаконное и оскорбительное, поскольку суд обязал Центризбирком открыть не менее 190 пунктов для голосования. С другой стороны, члены ЦИК заявляют, что право каждого конкурента на выборах оспаривать любые решения. Представители комиссии уточняют, что пока не ясно, откуда появятся деньги для покрытия дополнительных расходов, поскольку правительство перечислит только 70 миллионов леев из 125 запрошенных. ПДС и партия «Платформа.да» также недовольны тем, что за рубежом будет открыто только 150 мест для голосования. Первоначально ЦИК решил, что граждане Молдовы, проживающие за границей, смогут голосовать на 146 участках. Это решение оспорили несколько правых партий. Впоследствии судьи обязали Центральную избирательную комиссию открыть не менее 190 пунктов. Но ЦИК заявила об открытии 150 участков. Кровавая драка в городе Атаки Окнинского района. Участники били друг друга кулаками, ногами и бросались камнями. Несколько жителей города повздорили с местными ромами после того, как те в нетрезвом состоянии избили двух подростков. Местная полиция была не в силах остановить насилие, а потребовалось вмешательство бойцов подразделения «Фуджер». Все произошло в полдень в четверг, когда десятки жителей города Атаки пришли к ромам выяснить отношения по поводу избиения двух подростков. Потасовка переросла в кровавую драку. Участники безжалостно избивали друг друга и не только кулаками. В ход пошли биты. Представители этносов заявляют, что они не были готовы к такой расправе, потому что были застегнуты врасплох запоминальным столом. Травмы получили участники как с одной, так и с другой стороны. Это моего мужа вещь. До потери сознания два ребра сломаны, нос сломаный, вот этот зуб вышел при ударе. У меня сотрясение меня вырывает. Камера есть, можете посмотреть, как меня 40 человек избивают. Вот, вот это все они бросали у них, было у каждого в карманах, именно в карманах булыжники вот эти. По предварительным данным, в драке участвовало около 200 человек. Среди зачинщиков якобы был примар города. Но полиция этот факт опровергла. По словам местных правоохранителей, все началось несколько дней назад. Несовершеннолетние девушки, которая гуляла на берегу Днестрадовыми друзьями, пристали под выпившие ромы. Возник конфликт. Завязалась драка. Два подростка получили травмы разной степени тяжести. Один из них находится в больнице. Одна из матерей пострадавших мальчиков написала в социальных сетях о том, что случилось и что произошла драка и избили подростков. Она обратилась с призывом к жителям города выйти 24 числа, то есть вчера, на протест против ромов, потому что их дети не в безопасности. Местная полиция не смогла успокоить толпу, поэтому потребовалось вмешательство кишиневского отряда спецназа. Похоже, что скандал продолжается и сегодня. Десятки ромов перекрыли одну из городских улиц, а правоохранительные органы следят за общественным порядком. В то же время полиция изъяла записи с видеокамер, чтобы установить все обстоятельства массовой драки. Возвращение на родину спустя 30 лет. Известный американский кинопродюсер, номинант престижных премий «Оскар» и «Эмми», лауреат множества кинофестивалей, уроженец Молдовы Дэн Талмор приехал в республику с частным визитом, чтобы посетить могилы родных и встретиться с близкими людьми. Какой он увидел Молдову и что увезет с собой на память, расскажем в нашем следующем сюжете. Последний раз он был на родине в 1993 году, почти 30 лет назад. И вот спустя долгие годы Дэн Талмор вернулся домой и помог ему в этом карантин. Получилось так, что я не виделся больше, чем полгода с моим сыном, который учится в Барселоне и часть времени проводит с его мамой в Москве. Все истешные иностранца в Россию не пускают ни под каким соусом. Я подумал, что это будет прекрасная возможность нам увидеться и заодно ему показать страну, откуда родился его отец. За 30 лет в Молдове многое изменилось, говорит Талмор, но кое-что осталось таким же, как и прежде. Я приехал сюда и здесь свяжет липа. И этот запах настолько, он запах моего детства и он такой приятный. Пока, честно признаться, очень приятное ощущение оставляет Кишинев. Я буквально здесь второй день. Нет вот этого вот безумия, как происходит в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, когда человек через три минуты распознает, нужен ты ему или нет, и через 20 секунд он уже прекращается в общении. Нет, люди еще открыты, люди хотят, у них есть на это время и желание. И это, безусловно, очень положительный фактор, который удалось сохранить из моего детства. Дэн Талмор, тогда еще носивший имя Дмитрий Тульчинский, эмигрировал в США вместе с семьей в 93-м году. Основной причиной такого решения стал Приднестровский конфликт, потому что Дмитрий родом из Бендер. Мои родственники, которые когда-то уехали в Израиль, наверное, в 50-х годах, когда-то взяли фамилию Талмор. И мне, когда в Америке я столкнулся с трудностью о том, что практически никто не мог выговорить Тульчинский, мне пришлось как-то сокращать фамилию, я подумал, что нечего придумывать велосипед, я взял фамилию моих родственников из Израиля. Мировую известность Дэн Талмор получил благодаря своим документальным фильмам. «Зима в огне» о протестах в Украине зимой 2013-2014 годов была номинирована на премию «Оскар» как лучший документальный фильм 2016 года и на «Эмми» в категории «Исключительные заслуги в области документального кино». Также широко известны продюсерские работы нашего соотечественника «Плач из Сирии», снятый в 2017 году о гражданской войне в Сирии и резонансная картина «Франческо» о папе Франциске. Для зрителей вашего телеканала я расскажу, я сейчас работаю над историей, которая, мне кажется, должна достаточно серьезно потрясти мировую общественность. Это история современного президента Сомали. Я дам маленькую затравку. Президент Сомали до недавнего времени был американским гражданином и 30 лет из своей 50-летней жизни провел в Америке. И он стал первым законно признанным избранным президентом Сомали. Я считаю, что это уникальная история глобализации и возможности человека, который, может быть, живет с вами по соседству, отличается расой, мировоззрением, культурой, религией, которая неожиданно для вас и для всего мирового сообщества станет значимой для мировой политики личностью и достаточно интересным человеком. Среди творческих планов Талмора есть и те, что связаны с Молдовой. Он хотел бы снять фильм о том, как изменилась страна за годы независимости. В свой нынешний приезд Дэн Талмор запланировал побывать и в родных Бендерах, и проехаться по интересным местам республики, такой знакомой и в то же время новой для него родины. Фотография мальчиков, которые играют и поют на центральной улице Кишинева, облетела все соцсети страны. Школьники, как было написано на их трогательном плакате, помогают папе собрать деньги на маленький автобусик. Наша съемочная группа отыскала ребят и познакомилась с их семьей. Удивительная история в нашем специальном репортаже. Этих совсем еще юных музыкантов жители и гости столицы могли увидеть и услышать на улицах Кишинева. Мальчишки, исполняя популярные песни, помогают отцу исполнить мечту большой семьи – купить большой автомобиль. Старые шестеро детей и родители, которых, к слову, в ожидании седьмого чуда попросту не помещаются. А значит, выехать всем вместе на отдых или куда бы то ни было – очень сложно и дорого. Какой у нас вариант? Мы выехать можем только на своем автотранспорте. Я в позапрошлом году ездил в Южный на море, на гольфе. У нас еще не было малыша, был Святослав, было пять детей. Меня пропустили, нормально. Но этот вопрос – нет, бедный гольфик, нет-нет, с ним случаются казусы, такие вот не знаешь, что делать. Разваливается машина. Доход у семьи скромный, но откладывать на мечту, пусть и понемногу, они все же стараются. У Сергея, главы большой семьи, постоянной работы сейчас нет, перебивается временной. Вот и решили сыновья ему помочь. Владислав, Ратмир и Владимир увлекаются музыкой. Кто-то играет на гитаре, кто-то на флейте, а кто-то задает ритм ударными. Вместе и решили обратиться за помощью к неравнодушным кишиневцам, заявить о своей мечте во всеуслышание. Ты Москва, я Питер, люди помогите, дышать перенера яю Питер. Ты Москва, я Питер, надо... Мой друг тоже играл, и я заинтересовался. Хотел попробовать, смотрел по интернету, изучал песни. Ну да, увлекаюсь гандболом. Еще когда Слава там смотрел, там, это, метеатр покупал, я просто заинтересовался на эту дудочку и сказал, папе, что он мне купил. А потом на другой день мы собрали деньги и пошли и купили. Самому старшему из детей в семье Голубевых, Владиславу, 14 лет. Самому младшему, Радомиру, год. Появление на свет седьмого ребенка ожидают в октябре и очень надеются к этому времени исполнить свою мечту – обзавестись автомобилем побольше. Пока что наша мечта упирается в автотранспорт. Но, я так смотрю, ситуация развивается, дорога к этой мечте. Вот мы стали петь, играть. Почему-то что-то произошло, вдруг нас снимают и слушают, а этого не было. Автомобиль, который можно купить, и чтобы он работал, и приносил нам радость и счастье – это, я думаю, так, Volkswagen T4. Вот, и выпуска до 2003 года, наверное. Помочь исполнить мечту семье Голубевых может любой неравнодушный. Если встретите ребят на улице и послушайте их выступления, или переведя деньги на карту 022-59-34-96-883. На имя Агриппина Ревенко, мамы творческих ребят. Просто меня не оставим до года конца. В администрации президента кадровые изменения. В пятницу, 25 июня, в официальном мониторе был опубликован указ Маэссанду о назначении нового главы службы аппарата президента в Высшем Совете Безопасности. Им стал Штефан Цибуляк, заменивший в этой должности Андрея Анафрия. О Штефане Цибуляке известно, что он окончил Университет политических наук и Институт международных отношений Молдовы. Указом президента ему присвоена степень государственного советника третьего ранга. Волнительный день для 45 выпускников военной академии вооруженных сил имени Александру Челбун. Сегодня им вручили погоны лейтенантов и дипломы об окончании вуза. Родные и близкие, которые не могли не приехать на этом торжественное мероприятие, со слезами радости поздравляли молодых офицеров. По традиции, новоиспеченные лейтенанты подкинули вверх монеты для скорейшего продвижения по службе. Выпускников поздравил действующий министр обороны Виктор Гайчук и верховный главнокомандующий вооруженными силами президент Майя Санту. В течение трех лет обучения курсанты получают необходимые знания и навыки службы в пехоте, артиллерии и в области цифровых коммуникаций. Начиная с 2012 года Академия принимает на обучение и девушек. На этом все к этому часу. В студии была Ирина Барсан. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6 в 21.00 в 10 вечера на Архия ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Академия